Здравствуйте! Вы на канале Азда ТВ. Елена Мищенко в студии и сегодня в этом выпуске мы поговорим о ситуации в Казахстане. В частности, о том, когда закончится режим Назарбаева. Готово ли общество в Казахстане к изменениям власти и системы управления в стране? Что делает оппозиция, чтобы эти изменения произошли как можно скорее? Об этом все мы поговорим с гостем актуального интервью Мухтаром Аблязовым, лидером оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», предпринимателем и экс-министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Мухтар, здравствуйте! Спасибо, что вы присоединились сегодня к нашему разговору. Здравствуйте! Я думаю, что мы начнем наш разговор сегодня с того, что происходит в Казахстане, растут или не растут протестные настроения. И если они, насколько я понимаю, они растут, о чем это свидетельствует? Значит ли это, что общество в Казахстане уже готово к изменению власти и системы управления в стране? В Казахстане я могу для сравнения сказать, что до 2018 года, именно конкретную дату назвать, 10 мая 2018 года, длительное время не было никаких митингов. Были митинги, так называемые земельные митинги в 2016 году, а в реальности до 2016 года, это единственный был митинг, серьезных митингов никогда не было, потому что в 2012 году власть разгромила последние оппозиционные силы, люди были посажены в тюрьму, незарегистрированная партия ОЛГА, сколько как ДВК, была объявлена экстремистически, ликвидирована. Вот с того момента никакие митинги организованы, не проводились. А вот с 2018 года, после того, как мы возродили демократическое движение ДВК или демократический выбор Казахстана, вот с этого момента митинги стали уже частью жизни казахстанцев. И я могу сказать, что 2018-2019 год, 2020 год в меньшей степени, потому что был так называемый карантин, митинги, в общем, частью нашей жизни стали. И сейчас они только нарастают по объему, и видно, что власть этого боится. Вот, собственно, в субботу прошел так называемый митинг феминистов, или феминисток, точнее. И там присутствовало от трех до пяти тысяч человек. Были марши, и это был митинг разрешенный, и власть не ожидала, что такое количество придет. Как мне сказали, что полиция была в шоке, организаторы тоже. И мы поддержали, призвали людей присоединиться. И, в общем-то, было немало людей. И сейчас, как раз 13 марта, уже были объявлены митинги адвокатов и юристов. Впервые за вообще всю историю существования независимого Казахстана. Профессионально, чтобы адвокаты объявляли о митинге, такого никогда не было. То есть митинги сейчас стали частью жизни, и это единственный способ поменять ситуацию в стране. И люди это сейчас осознают, и власть это тоже понимает. И мы считаем, что этот маховик будет только раскручиваться. А, Мухтар, а что значит то, что адвокаты выходят на митинг? А чем это свидетельствует? Впервые, как вы говорите, в истории. Представьте себе, что адвокаты – это люди, которые взаимодействуют с судебной системой, взаимодействуют прямо с институтами власти. И они прекрасно понимают возможности государства с точки зрения подавления и репрессий. И вот адвокаты выражают свое несогласие, протест. Они подают заявку на митинг. И, ну, в общем-то, власть каким-то образом еще недооценивает угрозу, дает им разрешение на митинг. Но это, конечно, в первую очередь еще связано с тем, что власть не ожидала, что, опять же, наше движение поддержит этот митинг. Первое. Второе. 11 февраля вышла резолюция Европейского парламента, в котором было сказано, что Казахстан применяет репрессивные методы, использует в противоречии соглашения, подписанные между Европейским Союзом и Казахстаном, разные методы подавления гражданских прав казахстанцев. И, собственно, вице-президент парламента европейского прямо озвучил, что ответственным за все эти действия является президент Казахстана. Мы его называем, на самом деле, мебелью, он ничего не решает. Касмужем Артакаев. Он просто номинальное лицо Назарбаева. Его прикрытие реально страной управляет Назарбаев. И вот вице-президент Европейского парламента объявил, что именно он является ответственным за те нарушения прав человека, которые происходят в Казахстане. И вот вся эта атмосфера привела к тому, что, во-первых, стало сделать проявление, что это некоторые недружно настроенные политики, некоторые люди, намекая на меня, тем более, что один действительно французский депутат прямо называл мое имя, что якобы я там вот инициатор всех этих процессов против Казахстана. И вот, собственно, были угрозы и санкции. Там прямо было озвучено, что должны быть применены персональные санкции. Это привело к тому, что власть начала демонстрировать, что митинги у нас проходят, вообще у нас демократическая страна, все прекрасно. И вот адвокатам дали возможность как бы объявить и поучаствовать на митинги впервые. Ну, представляете, профессиональные специалисты, которые знают, что такое власть, они решились на митинг. Это о многом говорит. Мы знаем, когда люди выходят профессионально на забастовки, что тоже очень редкость. Когда гражданские активисты, это, как, знаете, они отражают настроение. Это вот как всплеск эмоций людей. Активисты, они авангард. А тут выходят профессиональные люди, действующие в судах, знают, что такое это власть. Это о многом говорит. Это говорит о том, что идут глубинные процессы. Если выходит сегодня адвокаты и юристы, завтра мы увидим уже других. Поэтому я считаю, что эти все признаки говорят о том, что протесты нарастают, и они будут только увеличиваться. И это может значить, что режим у Назарбаева скоро, скажем так, конец? Или долго еще? Знаете, как? Прогнозы дела неблагодарные. Я могу одно сказать, что авторитарность страны не имеет никакой перспективы. Это, начиная с, скажем, с прошлого столетия 20 века, они методично рушатся. И сейчас, в последние 10 лет, этот процесс набирает оборот, стремительно валится. Вот и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Европе. Ну, собственно, даже на постсоветском пространстве везде авторитарные режимы валятся. Они валятся по простому принципу, потому что верхушка политическая руляет страной. Они имеют монополию на власть, и они имеют монополию на экономику. Это, в конечном счете, приводит к тому, что боготеет верхушка, нищает вся остальная часть. Поэтому, конечно же, люди не бараны. В итоге они выходят на массовые протесты и сносят такого рода режимы. Это произошло в Украине, это было в Армении, в Грузии. Это будет и в Казахстане. И когда мне задается вопрос, когда это будет, и значит ли, что свалится. Да, свалится режим. Но когда это будет, этот прогноз неблагодарный, потому что я ожидал, что мы уже в 2020 году добьемся перемен, но сильно помешал процесс с коронавирусом. Он как бы парализовал, по сути, общество. Не только у нас в Казахстане, а во всем мире фактически. Поэтому мы поставили задачу добиться смены режима в этом году. И всю эту работу мы делаем. Это, конечно, работа и по международным санкциям. Собственно, в Европарламенте вот эта работа была правозащитника проведена. Мы будем добиваться санкций, поддержки получать и в Америке. Активизировать общество внутри. Вот на этом мы нацелены и добиться смены режима в этом году. А как это получится, это покажет жизнь. Все зависит от людей, от их активности. Санкции против кого? Против семьи Назарбаева? Да, мы сейчас настаиваем и очень много фактов предоставили о коррупции Назарбаева, министра внутренних дел, представитель комитета национальной безопасности, генерального прокурора. Ряда лиц, связанных с тем, как они содержат людей в следственной изоляторе и пытают мучить людей. Судьи, которые принимают незаконные решения. Ну, например, есть такой судья Мажитов, который принял решение. Ну, как принял? Он же подписывает просто то, что ему сверху дали команду. Он принял решение о запрете на территории Казахстана деятельности движения демократических выборов Казахстана и партии Кущи. Кущи – это улица. То есть это наша партия-партнеры, которых тоже власть запретила. И, кажется, у этой партии была такая, что в нашей стране невозможно ничего добиться, кроме как организовать свои митинги на улицах. И поэтому называлась партия Кущи или партия улиц. Вот против такого судей тоже мы говорим, что необходимо принять санкции, чтобы судьи не работали по указке сверху, а действительно были реальными судьями, исполнявших правосудие. Вот в этом направлении сейчас идет работа. Мухтар, некоторые эксперты говорят о том, что семья Назарбаева, она как бы уже чуть-чуть отходит от власти. Об этом свидетельствует, например, то, что его дочь Дарига уже не есть председателем Сената Казахстана. Так это или нет? Или все-таки нынешний президент, как вы говорите, мебель и Назарбаев имеет ту же власть, которую имел и раньше? Назарбаев власть никуда не отпускал. Сейчас уже ни у кого иллюзий нет. Когда он якобы ушел в отставку, люди пили шампанское, радовались и все прочее. Но, конечно же, я сразу сказал, что это обман. Никуда он не собирается уходить. Это просто он делает вид. А на самом деле вся власть в его руках. И, собственно, это и подтвердилось. Буквально в следующий день председателем Сената стала его дочь, Дарига Назарбаева. Через несколько месяцев она ушла. Но она ушла не потому, что они потеряли власть или несколько отстранились, а потому что развернулся семейный скандал, который мы тоже экскалировали. сын Дарига Назарбаева и Нурсултан Назарбаева. Он прямо говорит, что он не внук Нурсултана Назарбаева, а его сын. И он рассказал очень много о тех нравах, которые происходят в семье Нурсултана Назарбаева. В итоге его уговорили вернуться в Казахстан, хотя он собирался приехать ко мне в Париж. И он собирался отказаться фактически от своей семьи. В общем, они его убедили и в итоге его убили. И вот этот скандал был, скажем так, сильно раскручен. Какие-то записи мои, у меня их достаточно много, кстати говоря, часть я их выставил в Ютьюбе. И дочь Назарбаева Дарига, она просто, в связи с тем, что человек далека от политики, а занимала те или иные позиции только благодаря назначению со стороны наца, ну, она, скажем, ряд неосторожных действий сделала, вызвала серьезное противостояние из другого круга лиц окружающих Назарбаева. Это привело к тому, что она была вынуждена уйти в отставку с должности председателя Сената. Но, тем не менее, 10 января она баллотировала списки депутатов. Она сейчас в Нижней Палате парламента Можилиси. Мы ее прекрасно знаем. Я хорошо знаю лично, ну, что Назарбаева, это тактика. Она сейчас как бы высиживает. Там в Англии были арестованы ее активы, недвижимость. Там много скандалов было. Как бы это утихает. Через какое-то время она снова выйдет, возглавит Можилис и в следующий этап она все равно будет стараться стать президентом. Ну, в смысле, не она, а лично Нуртан Назарбаев ее будет назначать, потому что эта власть семьей Назарбаева никому не будет отдана. Они сейчас перегруппироваются, успокаивают общественное мнение, но мы, конечно, этому будем противодействовать. Вся власть в руках Назарбаева. Такаев он просто исполнитель. Он даже Акима района не может назначить. По законодательству он может это сделать. А вообще президент может назначать как бы министров, депутатов. Ну, в реальность такова, что он ни одно движение не делает без подтверждения со стороны администрации Назарбаева. В руках администрации президента это человек Назарбаева, охрана Назарбаева, министры силовых структур назначены лично Назарбаеву. Поэтому если Такаев сделает одно неосторожное движение, он в тот момент будет немедленно арестован. И нет никакой власти. Вся власть в руках у Назарбаева. Вся абсолютно. Ни у кого нет иллюзий в стране. Заблуждающих где нет. Еще за рубежом был какой-то период, вот вы сейчас собственно этот вопрос оттранслировали, что вот якобы они отстраняются, меньше участвуют в политической жизни страны. Нет, они тотально контролируют власть в стране. Интересно, что же может быть таким неосторожным движением Такаева, что приведет его к отстранению от власть? У него не будет неосторожных движений, потому что он по своей природе мебель. Это в принципе я ему дал квалификацию еще в 16-м году, когда находился в тюрьме французской по запросу России и Украины, кстати говоря. И чуть позже я вышел, как раз я написал серию постов и квалифицировал о намерениях Назарбаева, что он планирует. Собственно, это в дальнейшие годы подтвердили, что он пытается передать власть дочери, что Такаев мебель. И вот когда его назначили как бы президентом, через полгода люди убедились, сейчас у него устойчивая мебель, табуретка, как угодно называют. И соответственно такого типа человек не может сделать неосторожное движение. Почему? Потому что его назначили, зная все его качества. Этот человек не способен ни на какие действия. он будет просто подписывать бумаги, он даже в мыслях будет бояться подумать о том, что нужно перехватить власть, потому что это может для него кончиться очень плохо. Мухтар, вы много рассказываете о том, какую деятельность вы делаете и ведете за рубежом. Насколько я понимаю и слышу, это достаточно успешные шаги оппозиционного движения. Скажите, вот с вашей оценки, насколько эффективна эта борьба, когда оппозиция за рубежом? Потому что это как бы ситуация не только ваша, правда? Это ситуация и в Таджикистане, и в Туркменистане тоже такая, что все оппозиционеры живут в других странах. уточнить, оппозиция внутри страны. За рубежом нахожусь я и узкая группа людей, которые организовывают процесс сопротивления режима Назарбаева. Не может оппозиция за рубежом сменить власть внутри страны. На самом деле мы просто находимся за рубежом, потому что история, по сути дела, привела к тому, что я был вынужден покинуть страну. У меня, как я сказал, весь мой бизнес. Я отсидел в тюрьмах и прошел все. Пытки, убийства, попытки и так далее, похищение семьи. Поэтому, собственно, я нахожусь за рубежом и я бы не смог организовывать процессы внутри страны объективно. Скажем, если говорить о России, Навальный был внутри России не потому, что Путин добрый, а потому, что российские граждане, они, скажем, сопротивлялись режиму и тот уровень свободы, который есть в России, это заслуга самих граждан России. Они сопротивляются, они создали ситуацию, когда еще внутри страны, во всяком случае, до последнего момента можно было заниматься оппозиционной деятельностью достаточно открытно. В нашей же стране, и не только в нашей, это в Узбекистане, в Туркмении, в Таджикистане это невозможно. Невозможно лидерам оппозиции открыто заниматься политической деятельностью внутри страны, потому что общество не защищает в достаточной мере своих лидеров оппозиции, они или уничтожаются, или их сажают в тюрьму и так далее. Поэтому вот некоторых, скажем, в основном центрально-азиатских странах, кроме Кыргызстана, лидерам оппозиции невозможно находиться внутри страны. Но сама оппозиция внутри страны, это опора идет на граждан, потому что если власть тебя воспринимает как оппозицию, то не потому, что ты за рубежом сидишь и там критические отзывы делаешь о режиме, нет. Оппозиция только тогда воспринимается как оппозиция, только тогда, когда у тебя есть поддержка внутри страны, эта поддержка выражается в массовых выходах на митинги, на сопротивление, на угрозу смены режима. И в этом смысле оппозиция у нас находится внутри страны, а лидеры оппозиции, да, мы находимся за рубежом. Мы организовываем этот процесс, мы создаем штабы, и потом, видите, вот какая разница по большому счету в современных условиях, где я сижу в Астане, или в Алма-Аты, или где-то еще. Потому что даже если я буду сидеть на соседней улице, от этого, скажем, гражданину Казахстана не становится, не дается больше возможности скоммуницировать. Сейчас вот есть социальные сети, тот же самый скайп, телеграм, инстаграм, когда ты с человеком разговариваешь прямо, что называется, лицом к лицу. То есть есть такие информационные площадки, и мы объединяемся через них. Поэтому разницы нет физически, где я нахожусь. Важно, чтобы люди могли действительно организовываться, объединяться на какой-то платформе. Поэтому в современных условиях не имеет значения, где находится лидер оппозиции. Абсолютно. Важно, что они озвучивают, важно, что их поддерживают или нет. Объединяется ли сообщество многотысячное под этой идеей, начинает ли оно действовать, есть ли у них программа. Вот это важно. Все это у нас есть. Международные партнеры. Вы знаете, я все время говорю, что по поводу международных партнеров. Если внутри страны мы сами не наведем порядок, то ориентироваться на международное сообщество или неких Бэтменов это безнадежное дело. Ну, я сравниваю с квартирой. Ты, когда живешь в своей квартире, ты же не выскакиваешь на балкон и кричишь, сосед, приди там накорми моих детей или отремонтируй мою квартиру. Это сосед, ты безумец, это твоя квартира. Поэтому мы здесь можем только, если вот так сравнивать, мы должны ориентироваться на свои силы. Эта страна наша, она нужна нам, это проблемы наши. Мы же не говорим, а почему же так много бездомных, например, в Америке или почему они такую зарплату получают. А почему мы хотим, чтобы международное сообщество пришло, вместо нас что-то сделало? Я по этому поводу говорю, что не ждите Бэтмена. Мы здесь ориентируемся на другое совершенно. Мы, конечно же, используем разные возможности для того, чтобы добиться перемен. Ну, в частности, когда говорим о международном сообществе, мы обозначаем, что Казахстан подписал ряд международных договоров, в частности, с Европой, о договорах о партнерстве и сотрудничестве и взял на себя обязательства по исполнению прав человека. То есть, это важное фундаментальное право, которое является двигателем всего, как в Европе, так и в Америке. И поэтому, используя эти договора, апеллируем, например, к европейскому сообществу, говорим, что вы должны на своего партнера надавить, чтобы он исполнил взятые на себя обязательства. Ну, например, право на свободу слова, право выходить на митинги по принципу уведомления, не получая разрешения. И вот, Европа, конечно же, она, используя эти договора, может оказывать давление. Раз. Во-вторых, очень серьезная угроза применения санкций разных по глубине в случае, если режим применяет силу. Ну, собственно, в Украине, я знаю, так было в 2004 году, когда Кучма и европейское сообщество, и американцы говорили, что недопустимо применять военную силу. И в тот момент Кучма, наверное, бы применил эту силу, если бы не было международного давления. И вот та самая оранжевая революция не состоялась бы в 2004 году. И в этом смысле мы, конечно, такие возможности стараемся использовать. Вот это, скажем, я воспринимаю как бонус, как чудо, как некая спасительная, скажем, соломинка. А в реальности, я все время говорю, это наша страна, мы должны ориентироваться на свои силы. Есть такое мнение о том, что страны Центральной Азии, например, не совсем готовы к демократии, и авторитаризм для них, например, это такая самая более приемлемая форма правления. Например, вы вспомнили о Кыргызстане, и я тоже о нем думала, об этой стране, что там сейчас происходит. Сейчас вносят изменения в Конституцию, которая предусматривает становление такой суперпрезидентской формы правления. В принципе, можем говорить о том, что страна опять возвращается в путь, на тот путь, где есть только один правитель, который держит все в своих руках. Знаете, что я по этому поводу тоже многократно в своих эфирах как бы опланировал это мнение. Ну, когда мне говорят, ссылаясь на Зарбаев, откуда мы возьмем, у нас в Казахстане 19 миллионов живет граждан, откуда мы возьмем 19 миллионов американцев, якобы, которые 200 лет шли к демократии. Ну, давайте мы очень просто разобьем эти смешные аргументы. Значит, наша действительность такова, что страны Центральной Азии не готовы к западной системе управления, то есть демократии. Управление это парламент, взаимоотношение людей, способ назначения представителей управлять управлять государственными органами, то есть, чтобы они управляли государством. Ну, для этого существуют выборы президента, парламент и так далее. То есть, считается, что мы как бы не готовы. Тогда зачем нам должность президента, зачем нам парламент? Мы же не готовы. Давайте назначим хана, царя и будем это делать. Никто же это не делает, первое. Второе. Мы говорим, что оказывается, эти государства не в состоянии по разным причинам менталитет, я не знаю, там, массу, тысячи причин можно привести, не готовы к демократии. Окей, сотовый телефон пользуемся, интернетом пользуемся, скайпом пользуемся, импортной машиной пользуемся, на мерседесах ездим, на самолетах летаем, оборудование, которое производят макароны, там, все прочее, мы пользуемся. Это все же западное. А что же с нами такое случается, что вдруг, вот когда надо взять просто автоматически, так же, как мы пользуемся интернетом, технологии западные, почему мы не можем институты управления обществом тоже построить, как у них. А что же нам вдруг помешало? Этому же надо тоже научиться. Телефоном пользоваться тоже надо научиться, правда? Я могу сказать, самолетам научиться сложнее, летать на Боингах. Ну, наши летчики же полгода учатся и потом летают и на английском разговаривают. или взять, например, оборудование, нефтеперерабатывающий завод, который стоит миллиард долларов. Выезжают специалисты, проходят тренинг, потом этот завод приходит, устанавливают или то же самое добывать нефть, сложнейшее, нефтегазовое оборудование или энергоснабжение. Все абсолютно. Это, я вам скажу, более сложно, чем просто запустить нормально, чтобы работали те институты, которые у нас есть, а именно парламент, выборы и так далее. Что нужно сделать? Честно, чтобы люди избирали своих представителей, контролировали, чтобы все было честно и чтобы эти люди выполняли закон, а если их не выполняют, просто сажают в тюрьму. Очень просто. Это проще, чем построить нефтегазовый какой-то перерабатывающий завод. И когда ты начнешь... завод строится чуть-чуть быстрее? Завод? Чем меняется общество? Нет, я не скажу так. Все, вот возьмем балтийские страны. Слушайте, вот балтийские страны вместе с нами были в Советском Союзе. Та же самая Польша, где вы находитесь, она была под контролем Советского Союза в 89-м году, только они умели оторваться от Советского Союза. Но где Польша и где мы? Или страны Балтики? Баловой доход на душу населения в 2,5-3 раза больше. Особенно Эстония ушла далеко вперед. Страны, которые были в одном совке. Что же такое случается? Прибалки поляки могут, чехи могут, а мы не можем. А в чем дело? На самом деле все это ерунда. Это попытка тех людей, кто контролирует власть, сделать следующее. Иметь все западное, но при этом власть не отдавать. Не отдавать самый последний элемент. Не допускать честные выборы, преемственность власти, не допускать, чтобы свобода слова была, потому что это тот самый механизм, который разрушает монополию на власть и распространяет те самые западные технологии управления обществом. И тогда все меняется. Они взяли все, богатство, технологии, все, но только последние редук не отдают, потому что понимают, что тогда у нас будет все как на западе. А если будет все как на западе, они не смогут миллиардами воровать, сажать людей в тюрьме, и они это не смогут сделать. Поэтому менталитет к этому никакого отношения не имеет. Другой вопрос, что наше общество, наше общество, она кроме Совка ничего не видела. Самое лучшее, что у них было в воспоминаниях, это Советский Союз. Я по этому поводу говорю, это лучшее, что было в то время, это ваша молодость. И все. Поэтому вы ностальгируете не по Советскому Союзу, которая была тюрьмой народов, а ностальгируете по своей молодости, надежды, оптимизму, все прочее. Они этого нового мира не видели живьем. Видят по интернету, это вот, знаете, как на Марсе, есть ли жизнь, нет жизни, это приблизительно так, смотрят и все. Но те люди, которые были какое-то время в западных странах, видят архитектуру, видят транспорт, видят улицы, видят порядок и все прочее, они очень быстро понимают преимущества западной системы и нашей, и понимают, в чем причина. А причина в политической системе. Как только мы примем политическую систему идентично, вот как мы приняли сейчас интернет, мебель, машины, мы же не пытаемся там под нее аргу поставить, есть Мерседес, у него колеса от старой телегии, в принципе. Мы получаемся и пользуемся. Вот западная система управления должна быть также интегрирована. Как только мы примем детально все шаги, как работают все эти политические институты, у нас тоже будет как светофор. Желтые, зеленые, красные, как машины работают. И все забудут про менталитет, что оказывается в Центральной Азии все по-другому, люди какие-то другие, ноги у них не так растут, все это ерунда. Как только эти правила заработают, все изменится. Все. Свобода людей, она просто дает толчок всему. И я вам хочу сказать следующее. Все время говорят о диверсификации экономики и так далее. Обратите внимание, все авторитарные страны имеют недиверсифицированную экономику. Они сидят на узких позициях. Саудит сидит на нефти, арабские страны сидят на нефти, кто-то сидит на пальмовом масле, как в Малайзии. Россия это большая бензоколонка, Казахстан тоже нефть, газ в основном. Любую страну возьмите, там есть диктаторский режим, они сидят на отдельных монопольных позициях. Как только демократическая страна, страна диверсифицирована, они производят практически все или много, самые разные сегменты работают. Почему? Потому что власть распределена между гражданами, и все граждане участвуют в управлении государством, соответственно, это отражается на всех сферах экономики и культуры, между прочим. Понимаете? И культуры. Полная свобода это приводит к тому, как в Америке люди летают, и там станции летают на Марс, на Венеру, куда угодно. А там, где авторитаризм, они говорят о двух коровах, что нужно две коровы, чтобы выжить. И плохие дороги и все прочее. Все очень просто. Я понимаю, что проблема как бы в том, что люди, общество мало видело что-то чего-то другого, это раз. А второе, то, что общество в принципе уже готово к изменениям, просто не понимает и просто их никто не дает ему. Знаете как, наверное, если объективно говорить, если эти изменения произошли, значит, общество не готово. В этом смысле вы правы. То есть, если ты к чему-либо готов, то это происходит. Это вот как половая зрелость. Вступает определенный возраст, человек вступает в такие отношения. Нет, значит нет. В этом нет потребности. Если говорить о нашем обществе, то я думаю, что какая-то часть общества зрела. Во-первых, основная часть не устраивает, как мы, они живут. Узкая прослойка уже понимает, куда двигать. И наша задача, чтобы этот сегмент резко расширился. То есть, не 70-80% пассивная часть, которых не устраивает, но они не готовы действовать. А именно, чтобы они осознали, что пора действовать. Что этого еще пока на самом деле не наступило. Поэтому изменений не происходит. Как это значит, что нужно делать? Большая агитация, большая организационная работа, разъяснение. Как только мы вот эти все знания распространим сверху вниз, тогда наступит изменение. Вот это большинство, 78% амортного состояния людей, которые говорят, мы не интересуемся политикой, мы вот там просто думаем, а как там выжить, когда они это прекратят говорить, когда наступят изменения. А так, что общество готово к переменам, это очевидно, потому что это общество, они охотно пользуются всеми современными технологиями, хотят, хотят разбогатеть, хотят лучше жить, и они понимают, что это верхушка виноват. На самом деле виноват само общество, потому что верхушка не села бы им на головы, а если бы они позволили, они позволяют. Поэтому, когда кто-то обвиняет своего лидера, Назарбаева в частности, что он такой-сякой, это правда от счастья, а в реальности правда состоит в том, что в этом виновата само общество. И вот мы надеемся, что вот благодаря нашей просветительской работе, благодаря активности гражданских активистов, которые с каждым годом численности вырастают, мы в конце концов добьемся, что выведем на улице десятки тысяч. Не так, как в Беларуси, просто вот люди вышли, они уже недавно, они хотят перемен, но этого недостаточно. Должна быть организующая сила, должна быть организация, чтобы эти массы действовали по одному, единственному, жесткому плану. Тогда они просто придут, займут резиденцию и будут знать, что делать, куда везти страну. Потому что просто поменять режим недостаточно. Нужно понимать, на что поменять, как поменять, и должны быть силы, которые эту линию проводят. Вот, собственно, взять пример Украины. Да, там сменили режим и так далее, но еще недостаточно таких интеллектуальных сил, которые знают, как и куда везти страну. Это приводит к тому, что, да, страна развивается, улучшается, но не делает рывок. Хотя у страны потенциал в этом смысле огромный. И кадры, и образовое население, и Европа рядом, рынок огромный, возможностей большие, но чего-то не хватает, а чего не хватает еще вот той самой части общества, которая генерирует и понимает, куда идти и как идти. И они должны объединиться. Вот над этим надо работать. Когда в Казахстане сотни тысяч людей выйдут на улицы? Когда они выйдут, я не Ванга, я могу сказать, что я организатор, и я каждый день этим занимаюсь, думаю, собираю. Ну, наша задача добиться в этом году до конца этого года. А время покажет, сумели мы это сделать или нет. Может ли пример Казахстана стать, ну, скажем так, примером, для других центрально-азиатских стран? Смотрите, во-первых, пример, я просто аббревиатуру премьер и пример использую. Во-первых, мы в нашей программе озвучим, что у нас не должно быть должности президента. Это очень важно. На постсоветском пространстве у нас, как появится должность президента, все борозы правления туда перетекают и появляется новый такой божок. Этого не должно быть, поэтому должность должна быть ликвидирована. У нас должна быть парламентская республика, когда народ избирает. Когда народ будет избирать, а он не ошибается, если даже ошибается, потом исправляет, на ведущие посты государств придут люди, которые реально думают о стране. Поэтому, когда мы этот принцип управления внедрим, то у нас именно будет то самое. Вот посмотрите, Израиль, парламентская система, маленькая страна, вокруг враждебные арабские страны, общая численность там миллиард, они с населением 10 миллионов легко противостоят. Легко. Это страна, где люди объединены, они готовы биться за свою страну, они знают, что это их страна. Поэтому, чтобы такое произошло, чтобы Казахстан стал примером для соседних стран и была такой же модель, как вот, например, ну, я не знаю, ведущие из Сингапура успехи большие продемонстрирую, нужно, чтобы эта страна была для этих людей, которые ее населяют. И, а главный принцип это фундаментальное право, право человека. Вот мою семью похитили из Италии, Италия поднялась, дети, взрослые, многие угрожали свой паспорт, уничтожить, если Италия не вернет обратно мою семью. Мои граждане, моя семья не были гражданами Италии. Итальянцы просто сказали, что на их территории были нарушены права человека. И моя семья в итоге через 7 месяцев вернулась в Италию, обратно, под давлением Европы. Вот мы должны построить такую страну, когда независимо от национальности, от вероисповедания, гражданин на гражданин, ты просто живешь в этой стране, и эта страна тебя защищает, и эти граждане, люди, населяющие это место, они стоят плечом к плечу и должны быть в основе исполнены права человека. Когда все это будет, тогда страна будет процветать. Она будет разная, она будет интересная, она будет во всех отношениях развитая, и это будет пример, это будет та страна, в которой люди будут желать в ней жить и будут ее защищать. И я уверен, что ее можно построить быстро. Если мы добьемся прихода власти, мы за 4 года продемонстрируем это, и люди поймут, что вот она, не нужно мечтать о Советском Союзе, который был тюрьмой народов, вот она, мы своими руками это строим, мы за 4 года, я уверен, основную часть населения, которая сейчас аморбная, сумеем убедить, быть активными и показать дорогу, куда надо двигаться. Тогда да, 8 лет максимум и наша страна будет далеко впереди от соседей, далеко впереди. И это будет пример для всех. Собственно, поэтому Путин, он будет душить разным путем в Украину, поэтому и душит, чтобы это не был пример для россиян, что оказывается можно уйти где-то далекое, Польша, еще кто-то, они все оторвались, уехали, все, а Украина, вот они ездят, смотрят, видят. И когда под носом этот пример вдруг продемонстрирует, что можно жить по-другому, то это будет разрушить действующие власти авторитарные для Путина и для других. Мы это хотим сделать в Казахстане, чтобы эти изменения начались везде. В соседнем Узбекистане, Кыргызстане, они бесконечно делают революции, они просто не видят этот путь. Основная часть населения, она не сильно продвинутая относительно даже Казахстана, они такие же. Просто они беднее и они более активные и, собственно, поэтому у них власти меняются. Они не могут найти правильный путь. А мы видим этот правильный путь, понимаете? Он очевиден на поверхности. Мухтар, у меня еще два вопроса. Уже не столько о казахстанском обществе, сколько более, наверное, о вас. Вы делали бизнес, были министром, работали с Назарбаевым, но в какой-то момент что-то пошло не так. Когда и почему случилась эта трещина в отношениях? Ну, во-первых, я работал в бизнесе и из бизнеса, будучи очень крупным бизнесменом, в числе очень известных бизнесменов, пришел возглавлять энергосистему в 97-м году. Меня долго убеждали до этого возглавить министерство финансов, комиссию по ценным бумагам, статус министра у меня 31 год был, я отказывался и пришел, я возглавил энергосистему в возрасте 33-х лет и провел реформы за 9 месяцев, которые, в общем-то, оказались очень эффективными, они были наиболее передовые на постсоветском пространстве и, собственно, меня убедили возглавить министерство энергетики, индустрии и торговли в 98-м году, а тогда мне было 3-4 года, вот, там я поработал на самом деле где-то полтора года, то есть, суммарно, моя работа на государственных должностях по времени это 2,5 года, то есть, всю оставшую мою карьеру я занимался только бизнесом, только бизнесом, а конфликт у меня произошел с Назарбаевым на посту министра, потому что все время мои действия, мое видение вступало в конфликт с его видением, который хотел построить клановую систему, когда в органах управления на высоких должностях присутствовали его прямые родственники, не обладающие никакими профессиональными навыками, талантами, попытка все время украсть и своровать, и эти непрерывные столкновения привели к тому, что я объявил, что ухожу в отставку и сказал, что готов сотрудник только тогда, когда задекларированные ценности построения демократической страны будут реализовываться, тогда я вернусь. В противном случае я буду заниматься другой деятельностью. Собственно, это привело к конфликту и я начал испытывать массированное давление в течение почти двух лет. Это в итоге привело к тому, что я осознал, что если мы не создадим противовес действующему режиму, не активизируем гражданское общество, у этой страны нет будущего. И в ноябре 2001 года, 20 лет назад, мы с группой наших соратников объявили о создании движения «Демократический выбор Казахстана». И буквально через несколько месяцев за эту деятельность я был посажен в тюрьму на 6 лет. Я там вышел по договоренности, что якобы я не буду заниматься политикой, хотя об этом публично не было заявлено, но с этого момента я поставил себе цель. Это моя главная цель жизни 20 лет. 20 лет я борюсь с этим режимом, я занимаюсь бизнесом, занимался, три года возвратился, вышел из тюрьмы, два года жил в России, организовал бизнес, был в числе крупнейших бизнесменов в России. Затем я вернулся в 2005 году по договоренности с Назарбаевым, потому что он считал, что я главный спонсор перемен в Казахстане, финансировал всю оппозицию, и он хотел, чтобы я был под его контролем, и, если что, можно было так, скажем, посадить в тюрьму. И требование было, чтобы моя семья тоже вернулась, чтобы они были как бы своего рода гарантами, а если попросту говоря, с заложниками, вот, если я неправильно буду действовать. Я, конечно, все равно это действовал тайно, организовал партию демократический выбор Казахстана, вот, и в конце концов все это привело к такому конфликту, я был вынужден покинуть страну, у меня захватили банк, конфисковали весь мой бизнес, и вот все это время я нахожусь в борьбе, где-то более трех с половиной года я провел в тюрьме по запросу России и Украины по экстрадиции, меня пытались экстрадировать из Франции, вот, я вышел из тюрьмы, поэтому я не могу сказать, что у меня прям такая дружба была с Назарбаевым, более того, я делал реформы в энергосистеме, они признаны всеми в Казахстане, я был министром информатом, абсолютно всю прессу посмотреть, никто не может сказать, что я что-то делал неуспешно, более того, всеми признается, в том числе, самой действующей власти, что и на посту министра, и когда управлял энергосистемой, я проводил, скажем, сильные реформы во всех сегментах, которые управлял, и в банковском секторе, когда я вернулся, возглавил свой банк, стал лучшим банком СНГ, крупнейшим банком СНГ, двадцатку крупнейших банков азиатского мира и 173-м банком мира, то есть везде, где я работал, показывал большие успехи, собственно, это привело к тому, что Назарбайк, он мне открыто говорил, я боюсь, что ты развернешь свои ресурсы для того, чтобы меня скинуть, это он мне лично говорил, и вот, авторитарные системы не терпят кого-то, который может конкурировать с ним, вот это все к конечному это привело к тому, что меня все конфисковали, я преследуюсь по всему миру, масса попыток покушения на убийство, и так далее, просто меня никак не могут уничтожить, потому что я непоколебимо для себя выбрал курс смены этого строя, построение сильной демократической страны, лидера Центральной Азии, у нас потенциал нашей страны такой значительный, он больше, чем у всех Центрально-Азиатских республик вместе взяток по объему дохода на душу населения, он в три раза, скажем, больше, чем у любой другой страны, или десять раз где-то, двадцать раз больше, например, чем у Таджикистана, наверное, на душу населения, вот, поэтому потенциал огромный, и я сейчас для себя приоритет поставил не бизнес, потому что мне это уже не так интересно, план у меня прийти к властью, преобразовать страну, построить крутую страну, именно демократическую, вот этим я занимаюсь постоянно, с утра до вечера. Мухтар, скучаете по Казахстану? А я не скучаю, потому что я живу в Казахстане, я живу вроде в Париже, но я живу в квартире, я каждый день в сети, у меня вся лента только Казахстан, общаюсь я в основном только с Казахстаном, активисты у меня из Казахстана, и, ну, фактически, у нас даже юмор, когда мне жалуются, люди говорят, ну, вы там выходите, пожалуйста, поменьше, из-за вас выключают интернет. Я говорю, знаете, я тут в Париже моюсь, что у вас воды нет, что у вас теперь у меня не мыться, что ли? Потому что, оказывается, я в Париже выхожу в интернете, и Казахстан вдруг выключает интернет. Я здесь буду мыться, и у вас там воды не будет. Это что, так что-то работает? Нет. То есть, я живу интересами Казахстана с утра до вечера. Я не скучаю, потому что Казахстан от меня никуда не делся. Я каждый день на контакте, и только Казахстаном занимаюсь. Но хотите вернуться? Не хочу вернуться, я вернусь. У меня четкая программа, у меня команда, поэтому я об этом даже не думаю, что хочу, не хочу. Я вернусь, у меня четкий план, понимаете? Понимаю. Маштар, спасибо вам за этот разговор. Желаю вам победы, и поскорее вернуться в Казахстан. Спасибо. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи скоро. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok